Итак, коллеги, мы снова с вами в операционной разбираем вопрос интубации жестким тубусом без оптики, но с помощью ларингоскопа. В данной ситуации у нас видеоларингоскоп, но вы можете воспользоваться классической интубацией без видеоларингоскопа с обычным ларинго. Итак, сначала мы точно так же заводим три пальчика вверх, можем даже чуть побольше, отводим и, внимание на экран, мы выводим надгортанник таким образом, чтобы у нас клинок ларингоскопа не заходил внутрь гортани, а находился стандартно над ним. После этого, удерживая руку, мы боковым доступом, посмотрите, вот так у меня стоит совершенно ручка, вводим жесткий тубус и посмотрите, визуализируется очень четко, что тубус спокойно совершенно входит в трахею. И после этого аккуратно убираем ларингоскоп. Интубация завершена. Ещё раз, да, мы в большем приближении. Те же самые пальчики, указательным отклоняем, разводим рот, большим указательным держим. Посмотрите, у нас немножко гиперангулированный клинок, чтобы было более показательно, но вы можете использовать любым клинком, который есть в наличии. Видно, да, то, что надгортанник виден, чуть-чуть приподнята сама по себе гортани, посмотрите, с небольшим усилием вот здесь вот аккуратненько входит тубус. Конечно, это очень удобно показывать с помощью видеоларингоскопа. Безусловно, Симак позволяет значительно упростить процесс интубации, но если у вас нет видеоларингоскопа, есть обычный стандартный ларингоскоп, который, как правило, в анестезиологии всегда имеется, иначе мы не можем осуществлять интубацию, то вполне возможно осуществлять интубацию и без ригидной оптики, просто используя тубус и ларингоскоп.